Казахстан Казахстан На сегодняшний день построено два мусороперерабатывающих завода в Алматы и Астане. Но действует один. Алматинский стоит уже три года. Именно его глава правительства привел в пример, где возникли проблемы, связанные с разделением государственно-частного партнерства. А именно, завод находится в отрыве от полигона и от местной исполнительной власти. Все должно быть вместе. Если, допустим, завод мы строим крупный вместе с полигоном, значит, вся система вывоз, эти контейнера, сбор, утилизация, хранение или там сжигание, все должно быть в одних руках. Как? Иначе? Аким покупает контейнеры, за ним никто не смотрит, завод сам по себе, вывозящие компании сами по себе и все, ничего не будет работать. По информации Нурлана Капарова, в каждом городе предполагается поэтапное внедрение раздельного сбора мусора, как в Европе. В нашей стране сбор начнется сначала с двухконтейнерной системы. Сразу замахиваться на слишком амбициозное разделение мусора тоже неправильно, потому что население надо к этому подготовить. Привыкнуть люди должны, это должна система потихоньку заработать. Еще одной новинкой программы является внедрение расширенной ответственности производителя. То есть утилизация отдельных сегментов ТБО, таких как машин, электронной техники, стеклотары, станет обязанностью производителей. Для вот этих видов, таких специальных отходов будут созданы, существуют свои ассоциации, которые будут создавать свои фонды и сами же будут управлять этими фондами и сами же будут на эти деньги утилизировать свои же продукты. Всего, по словам министра, пока планируется строительство девяти мусороперерабатывающих заводов. В этом году начинается строительство в Актау и Караганде. Бибигуль Саржанова, Ганизато Спанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Спасибо. Продолжение следует...